В репортаже российских коллег приводится фрагмент разговора, где руководитель школы для мальчиков в аномалии в миру Владимир Харужи признается, что применял нестандартные методы обучения. А один из воспитанников это подтвердил. По словам мальчика, их там растлевают в прямом смысле этого слова. Заставляли раздеваться, ходить голыми и бывали случаи, когда к ним прикасались. И делал это Владимир Харужи. Данное видео повергло в шок все наше общество. Мы решили разобраться во всей этой ситуации и для начала обратились в администрацию Гулы Рыбского района. Заведующий отделом образования администрации района Дмитрий Габли сообщил, что действительно в поселке Гранда уже более 10 лет проживают кришнаиты с детьми. Но они не позиционируются как образовательный центр, а считают себя семьей. Когда мы спрашиваем, что это у вас, это у вас школа? Они отвечают, нет, это у нас семья. Нам родители доверили своих детей и мы здесь с ними находимся, обеспечиваем их проживание здесь. Я говорю, если школа, вы должны понимать, что в соответствии с законодательством Республики Абхазия, для того, чтобы вести образовательный процесс на территории Абхазии, у вас должны быть лицензии, у вас должны быть программы. Они говорят, нет, у нас семейное нахождение здесь, здесь мы находимся в качестве семьи, мы обеспечиваем пребывание этих детей, мы их обслуживаем, то есть кормим, поим, следим за тем, чтобы в соответствии с программой данной средней общеобразовательной школы Пинаты, это Московская область, значит, зарегистрирована на территории Московской области, что в соответствии с расписанием этой школы, они просто помогают детям продолжать обучение. Я говорю, ну, раз вы помогаете обучать, это, значит, образовательный центр, нет, мы семья, мы просто обеспечиваем пребывание этих детей. То, что название, значит, у них семейный образовательный проект, это взятое с воздуха, скажем так, название, никакого устава официально зарегистрированного там нет. То есть воспитанниками так называемого семейного образовательного проекта «Страна души» являются несовершеннолетние дети, граждане России. Родители детей давали письменное согласие, доверяя тем самым воспитателям жизнь и здоровье детей. Дмитрий Габбер рассказал, что неоднократно поднимался вопрос о законности деятельности кришнаитов и их пребывания здесь. Проводились неоднократные проверки, но юридически к ним не придраться. В соответствии с законодательством Республики Абхазия возможностей влиять на то, что там происходит, у нас, к сожалению, нет. Я знаю, что при моих предшественниках даже эта проблема, этот вопрос поднимался. Неоднократно были проверки от предыдущих сотрудников, которые работали здесь в отделе образования совместно с представителями службы госбезопасности, с МВД. Мы неоднократно проводили проверки, были проверки со стороны Министерства образования, но, повторяю, привязать каким-то образом к законодательству Республики Абхазия не было никакой возможности. Их нахождение здесь, на данный момент, мы проверяли, исключительно все проверяли. Нахождение взрослых, они зарегистрированы как временно пребывающие на территории Абхазии. Нахождение детей здесь полностью нотариально заверено родителями, вплоть до медицинского вмешательства в судьбу ребенка в случае необходимости. То есть доверенности на каждого ребенка имеются. Мы все это проверяли. Как рассказал Дмитрий Габли, в апреле текущего года поступил запрос от российских коллег разобраться, что в действительности происходит с детьми в семейном образовательном центре. Поводом послужил запрос бабушки одного из воспитанников центра, которая написала письмо на имя президента России Владимира Путина. В итоге была проведена проверка с участием МВД Республики и представителя посольства России в Абхазии. Отчет был отправлен в Санкт-Петербург. Мы беседовали и с детьми, беседовали отдельно с руководителями этого проекта. Мы не заметили каких-либо. Дети довольно живенькие, все бодренько отвечают на вопросы. Пытались с детьми разных возрастов обсудить, спрашивали о факте их приживания, чем они тут занимаются и так далее. Но каких-либо нарушений там замечено, к сожалению, нет. Кто является владельцем этих домов? Я отправлял к серокопии домовых книг, отправлял также представителям Российской Федерации. Соответственно, в МВД тоже знают, кто владельцы этих домов. А с ними вообще вы беседовали? Я лично с ними не контактировал. Не вижу в этом необходимости. Дома предоставлены. Дома принадлежат гражданам Республики Абхазия. Кого хотят, того принимают. То есть в рамках закона. Мы решили посетить так называемый семейный образовательный проект под громким названием «Страна души». Кстати, о названии. К нему каждый житель Абхазии относится по-особому ревностно, подразумевая под ним нашу апсны. Мы выехали в Дранду с Дмитрием Габлием. Центр находится примерно в четырех километрах от республиканской трассы. Вот в этом частном доме и живут кришнаиты с детьми. Калитка на замке. Но к нам вышел один из воспитателей Константин Конопенко, как оказалось, исполняющий обязанности директора центра. Он рассказал, что семейный образовательный проект для мальчиков в Абхазии существует 12,5 лет, который занимается, по его словам, воспитанием, образованием детей, прививанием человеческих ценностей. Сам Константин в этом проекте три года. Для воспитания мальчиков, ну вообще, то есть разума у мальчиков нужна дисциплина. Это расприяток дня, расписание четкое. То есть там все прописано, когда урок, когда там отдых, когда какие уроки, мероприятия разные, развивающие, академические. И вот ребята живут по расписанию. Много разных мероприятий у нас, там жонглирование, есть отдых всякий там. Жонглирование, лепка, рисование, много чего. Всякая такая академическая сторона, математика, русский, английский, в зависимости от класса. Константин Конопенко рассказал, что центр нигде не зарегистрирован, так как свою деятельность считают не работой, а служению Богу. Чуть позже, не на камеру, а в личной беседе, он признается, что так называемый семейно-образовательный проект нигде юридически не зарегистрирован, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Да и лишние хлопоты с бумагами и проверками, по его словам, отнимают много времени. В проект принимают мальчиков от 5 до 15 лет, но прежде они проходят испытательный срок. За месяц обучения родители платят от 15 до 20 тысяч рублей. В основном здесь обучают детей кришнаитов, и сами преподаватели являются кришнаитами. Кстати, ранее была распространена информация о том, что в школу начнут набирать и девочек, но она не нашла подтверждения. Сейчас у нас находится 8 человек, потому что из-за дезинформации, пущенной в российском СМИ, нас уже попросили уехать, что мы, конечно, понимаем. Кто попросил, тоже расскажите, пожалуйста. Ну, в принципе, было очевидно, что мы здесь этот вопрос не решим, и попросили местной власти. Местной власти в лице кого? В лице района? Либо это МВД? Расскажите, пожалуйста, страх было. Я давайте оставлю эту информацию тайной. Но я их понимаю, потому что абхазы, как традиционный народ с высокой культурой, они, естественно, увидев это безобразие, которое я, к сожалению, вчера тоже смотрел, чтобы знать, в чем дело, они не могут это терпеть. И я их понимаю, сам бы пошел бы, извиняюсь, голову откручивать. И нам нужно разбираться с этим, требовать, мы будем требовать опровержения, суды, но это нужно заниматься в России, поэтому мы сейчас все уедем в ближайшие несколько дней с детьми. И возвращаясь к вопросу к количеству детей, сегодня двоих детей уже забрали, потому что мамы растили в Лавушарах, здесь близко. Но они просто останутся с ними здесь отдыхать. Константин Конопенко отрисал сам факт растления малолетних, но подтвердил в случае битья розгами. Были определенные ошибки давно, конкретно это были розги, но это было принято совместно с предыдущим составом педагогическим, из которого остался только Владимир Андреевич. И эти люди, они уехали, организовали свою школу, и сейчас они все это на него наговаривают. Там процентов 5-10, правда, вот конкретно розги, что-то еще, но много просто наврано, просто ужасно. Они каждый год это поднимают, и это уже длится несколько лет, лет 5-6. И все, они просто не слушают аргументов, они просто закрыты и ставят на своем. И я сам был свидетелем, то есть можно подумать, что это дела прошлые, но я сам стал свидетелем, как в феврале у нас были недельку два мальчика, которые срочно родители увезли, наслушавшись клеветы вот этой всей. В репортаже наших коллег говорится о растлении малолетних. Это имело место быть, по крайней мере, ваш начальник говорил? Он это говорил, но он это говорил очень давно, на одной встрече с этими людьми, которые его травили, просто чтобы их успокоить. Он надеялся, что если он скажет, признает, скажет, ну все, типа, я виноват, только отстаньте. Он на это надеялся, это было в 19-м году, по-моему, да, полтора года назад по осени. Но, как видим, они воспользуются этим в своих намерениях. Говоря о мальчике, который давал интервью телеканалу РНТВ о том, что его раздевали, Константин Конопенко заявил, что это не соответствует действительности. Кого не было, его не раздевали, это, я знаю, ну, этого мальчика. Было что-то, меняют поцелуи, но это было когда присутствие родителей, то есть это было такое, что вот давай обнимемся, я тебя принимаю как сына, то есть это как передача родителя, учителя, ну, как своего сына, то есть это такой акт, он, ну, нормальный, и в тот момент они не были не против, это была, ну, такая семейная сцена. То есть вы отрицаете, что именно на территории этой школы, да, так называемой школы, таких вообще действий не проводится ни с одним учеником? Сексуального характера нет. Мы решили пообщаться с детьми и узнать, как им живется, но взрослые нам попытались воспрепятствовать, ссылаясь на разные причины. Но мы все же добились разговора с детьми в присутствии Дмитрия Габлия. На контакт они идут неохотно. Одному из детей, Даниилу Индееву, 12 лет, он здесь с 5 лет. А чем вы еще занимались, вот ваш распорядок? Ну, иногда математика есть, иногда... Сизо бывает, что, оригами там, рисование, примерно так. Это каждый день, да, вы занимаетесь? Ну, не всегда, сегодня у нас отдых. Меня зовут Макар, мне 10 лет. Я здесь учусь с 8 лет. Как тебе здесь живется, Макар, расскажи нам. Просто отлично. Даже ее писать нельзя. Например, скажи, чем ты тут занимаешься? Сейчас с ребятами играю в футбол, а вообще, там, например, русский, математик, английский. Да, бывает, может, поругают или еще, а так... Да, дисциплина низкая. А как наказывают? Ну, просто там... А ты не скучал по маме, когда ты первый раз приехал? Ну, первый раз скучал, а потом потихоньку перестал. А мама как часто к тебе приезжает? Ну, у нас отпуски бывают, там, две недели-три. А скажи, а у вас вообще есть, там, допустим, телефоны вам дают, чтобы вы связались с родителями, может быть? Ну, у нас каждый день бывает... Раз в неделю у каждого бывает общение с родителями по компьютеру. Скоро уезжаем. А почему вам не сказали, почему вы уезжаете? Ну, мне Богдан Валерьевич говорил, что нас там нажаловались, что-то там еще. Что типа нас тут мучает всякое такое. Я был до этого, ну, практически два года. Ну, в другой школе. А, ну, не в Абхазии, да? Да. Ну, я уже привык. Там два года я тоже раз в неделю общался, уже привык. А здесь сколько часа ты общаешься? Ну, тоже, так же. Раз в неделю? Да. А приезжает мама вообще? Да. Сколько тебе сейчас лет? Мне 10. 10. И ты два года там обучалась. А здесь ты в Абхазии на испытательном сроке, да, пока? Нет, я... Да, я была, сейчас уже все. На территории в три гектара стоят два дома. В одном общество сознания Кришны проводит занятия с детьми. Здесь есть спальные комнаты. Всюду висят плакаты с изображением языческих богов и символов. Есть библиотека со школьными учебниками и другой литературой. Учебники свидетельствуют о том, что это все же учебное заведение. В другом доме оборудованы спортзал, актовый зал, несколько гостевых комнат. Нас туда не запустили. Дети питаются исключительно вегетарианской пищей. В момент съемок мы заметили, что на территории помимо детей, преподавателей и повара есть и посторонние. По словам Канапенко, эти странные люди – их друзья. На наш вопрос, почему они допускают к детям людей без медицинского освидетельствования, был дан ответ, что опасаться нечего, так как все они из общества сознания Кришны. Очевидно, что таких гостей здесь бывает немало. Между тем стало известно, что руководитель так называемого семейного образовательного проекта Владимир Харужи уже покинул территорию Абхазии. В общем, странностей в этой так называемой школе достаточно. Вопросов много, но ответов на них пока нет.